Ну, как говорится, с логом пошли. Мы по соглашению с Крудором выбирали контрольные вырубки на дороге. Их было пять штук. Одна не пошла. Испытание. Там было повышение по водонасыщаемости. Смотрите, вон там дырка уже какая-то. Здесь пошла. У нас же в Сибирь водичка, я понимаю, водичка-то зальется зимой, так чип лёдиком, раз это и дырка будет настоящая. Или, как она называется, канава, яма. В любом случае, пять лет гарантии. Если будут какие-то разрушения после первого года эксплуатации, мы проделаем дополнительные работы в части гидроизоляции. А почему сразу не взяты? Потому что тут всё сразу не взяты. Лишний асфальт, то есть вот эти наплёстки, они со временем, то есть они при чистке, при отборке дороги, они всё равно все, то есть лишнее всё, когда оно берётся. Отшлифуется. Да, да. И будет всё это не видно, вот этого слипать в следующем году. Если вода попадёт сюда и от перепада температуры. Но она же вовнутрь не попадёт. Она вот просто зальёт, да, вот эти, так скажем, полоски, которые мы наблюдаем. Всё, но мы сейчас дополнительно, то есть я говорю заранее, зальём битумом. Вот эти полоски. Вот в этих полосках. Вот убирали, вот всё. Сделали балку. А с одной полоски убили балку, а с одной полоски на всём протяжении и прошлый год. Это не балка. А что это? Что это? На всём ровном. А это не балка. Вот, я ногой ущербливаю. Выкрашивается. Выкрашивается ли как вот этот, ну точно, Максимич, ну правда, ну вот смотрите. Что делать? Что сделать? Ну, не знаю, сделать качественный я, не дорожник. Что сделать? Ну, сделайте, смотрите, что я смогу, да. Пройти ещё раз, приезжаю, вместо одного шаба будет два. Я не знаю, это уже не надо мне таким образом, что делать. Что делать, это... Пока, то есть... Вам что делать? Соответственно, ямы нет, ямы нет. Ну, как соответственно, смотрите, я выкрашиваю ногой своей, в 35-м размерах. Нам уже нужны. Ну, вот, смотрите, тут вы сразу видите, снимите, пожалуйста. Здесь их видно, что он даже по фракции, как будто из остатков чем-то раскатывали и размазывали. Здесь просто есть разница в катках. Это съезды, где тяжёлые катки не могут заехать и уплотнить так, асфальтный бетон. И основное полотно. В этом вся разница. Вы считаете, что ничего страшного не произошло? Нет, я считаю, что... Главное, что само покрытие, оно того качества, какое требуется. А всё, что визуально видно... Все моменты вот эти не устранятся в рамках обслуживания этой дороги. Вот это вот вообще, снимите, пожалуйста. Ну, а здесь вообще... Вот это снимите, пожалуйста. Ну, это вообще, смотри, даже я вот. Ну, это нормально. Это вот как называется. И тоже та же самая функция. Всё, вещество, зато вообще что-то бросили всё. Всё нормально. Вот смотрите, вот эти все работы должны быть заложены. Если я ставлю бордюр, у меня заказчик поставит бордюр вот здесь. Он должен учесть вот эти работы по восстановлению. Как он это сделает? В общем территории или не в общем? У меня по съездам, по всем, объёмам получилось гораздо больше квадратуры. Чем вообще предполагалось с метой. Максим Юрьевич, вот вы нам сейчас даёте свою экспертную оценку. Если не секрет, у вас какое образование? У меня экономическое дорожное. То есть у вас есть специальное, да, образование дорожное? Ну, нет, у меня нет конкретно дорожного образования. Ну, это просто когда очистили дорогу с металлией. Ну, и здесь, вы посмотрите, ну это же ненормально. А там вообще шишка. Вот сейчас Павел попытался эту шишку подровнять, у него и не получилось. Ну, объёмы, посмотрите, работы, которые выполнены, вообще, вот насколько они увеличены. В бортовом камне, в самой дороге, в съезде, в карманах. Просто, Максим Юрьевич, ещё раз, коллеги по объёмам вам вопросы не задают. Они задают вам, если работа выполнена, она выполнена некачественно, там, где вы обещали. Ну, это как, это визуально коллеги, да, на пределении. Визуально коллеги, это были такие стоятки. Нет, я просто, то есть, как понимаю, ну вот, что здесь сейчас производить, то есть, заново срезать асфальт, ну, по-вашему, просто какие работы здесь предпринимать? То есть, нельзя было допускать такого? То есть, вот сейчас, да, вот, в осеннюю погоду загнать технику, срезать асфальт, да, то есть, из-за асфальтируя, возможно, в дождь, да, исправить ситуацию. Либо, то есть, у меня дорога 5 лет на гарантии, то есть, заказчик защищён документом банковской гарантии, то есть, в случае, если он, допустим, подрядчик не хочет исправлять свои, там, гарантийные обязательства устранять, то есть, он обращается в банк, то есть, ему банк выдаёт денежную компенсацию, то есть, там. Это всё понятно, но у людей сегодня складывается такое впечатление, что вы осознанно, сознательно затянули сроки, чтобы всё это оставить в осени и ничего не переделывать. А для чего? Нет, ну для чего, для чего, мы... Что? Что там? Что там? Ну, это вообще в наши работы не входит. Согласитесь, что вот этот участок парковки сделал отвратительно. Мы делим ему, прям, персональное внимание, то есть, этому участку. Максим Сергеевич, вы сами, вот нам на камеру обещали, что вот те сроки, которые вы затянули, вы компенсируете качеством. По факту сегодня мы этого не видим. Ну, люди ведь ходят и визуально оценивают. Нет, есть ямы, провалы какие-то или что. Вот сейчас что, допустим, вот придут дорожники, да, то есть, оценивать они там, РДУ, рейку, инструмент принесут, то есть, провалы оценят, всё это дело. Ну, здесь провалов нет. То есть, вы сомневаетесь в качестве укладки аж вольтебетонной смеси. То есть, ну, сейчас, я говорю, разрушений явных, то есть, нет никаких. То есть, на ваш взгляд, брак, это только там, где яма? Ну, да, визуально, то есть, уплотнение гораздо там, то есть, ну, выше, кажется, чем здесь. Но здесь оно и не требуется такое. Это не дорога, это парковка, то есть, у меня все другие нагрузки. Но оно и не должно быть таким, чтобы камни сыпались. Это же видно визуально. Я говорю, если это некачественные работы, вот если это некачественные работы, то через год, на следующий год, здесь будет уже, ну, то есть, по логике, ямы какие-то там, я не знаю, прям, она вообще вся разрушится. А вы сомневаетесь в том, что они здесь будут? Конечно, сомневаюсь. Планировалось много работы поставить, как бы отдать всю подрядной организации. Но вы же серьезный бизнесмен, вы же планируете все риски, все, что я вот столько возьму. Я не бизнесмен, я, у меня есть директор, да, я планирую, он понимает еще. Хорошо бы тоже с директором встретиться. Как он это планировал? Если все силы были кинуты на город Ачинск, а город Назарова по остаточному принципу делался, и это несколько мастер. Сразу сказалось на результате, да? Нет, на самом деле, нет, на самом деле все не так. Постоянно, когда мы переезжаем работать в город Назарова, здесь возникает много дополнительных работ. Здесь опять, то есть при демонтаже бортового камня, то есть пришлось демонтировать бортовой камень в два ряда. То есть опять то же самое, что было в прошлом году. Также бортовой камень не был заложен, потому что это никак визуально не определить. Только в процессе работы ты понимаешь, что есть еще. И надо демонтировать в два раза больше, то есть бортовых камней, чем было запланировано. То есть мы быстро срезали дорогу, да? То есть потом замедлились на демонтаже очень серьезно, потому что здесь много было вывезено в тонну мусора. Затем, то есть, так же Николай Владимирович, как я говорил, был исполняющим обязанности, то есть придумывают острова. То есть опять же вот эти все, вот с этими всеми вещами долго мучились. Это все подрезка, подпилка. Вы заметите, вот просто вы входите, да? Комиссионно обращаете внимание на отчеты, а вот посмотрите, как вайчинские бордюры сделаны. Вот эти запилы, видите, знаете, сколько это времени отнимает? Вот тут установка одного вот этого бортового камня всего, она прошла месяца, ну, почти два, точно. Да, и он месяц лежал еще на тротуаре. Зато красиво. При укладке просто край асфальта там лопнул просто. Сделали, да, вот сделали вот в данном участке фрезерования, да? То есть сделали плохой стык. Я думаю, это место мы исправим. Сейчас, в ближайшее время. Я просто вот так досконально по дороге не проходил. Вот видите. Нет, в последнее время. Но у нас как бы были здесь другие мастера, которые отвечали. Это же не означает, что здесь у меня нет. Значит, это были не мастера. Раз они вот это все... Поработаем с этими стыками. Я уже понял, что замечание по стыкам, оно есть. Частично мы его отработаем. В этом году, да? Да, в этом году. Те усилия, которые мы прикладывали, чтобы сделать больше всего, чтобы дотянуть там дороги, чтобы до перекрестков... Должны оценить? Ну, конечно. Жертвовали вот этими моментами. Недосмотрами и так далее. Заходили вот на эту часть тротуара. То есть, ну, по сути, мы должны были работать с бортом. Он прав, Александр Георгиевич? Не должны были? Должны были они вот... Я полагаю, что все заезды делаются на глубину до 10 метров. Либо до тротуара. Но как была договоренность с предыдущим директором, я не могу сказать. Вот. И мы сейчас имеем то, что имеем. Вот. Видите, наглядно... А документальные это можно как-то посмотреть? Документальные схемы, утвержденные схемы тоже нет. Есть какие-то рабочие наброски от руки? И все. Это... Здесь было заасфальтировано. Кто-то просто загнал Фриды. То есть... Что это? Не знаю, это уже... Это враги. Нет, видимо, хотели вот эту лужу спустить. Мне кажется, здесь выше... А вот это чье? Вот это... Это вот они, когда ломались. А вот этот новый асфальт, это чье? Вот они тоже, когда ломали. Вот, не мы. Ломали. Значит, это вообще не будет. Здесь бордюр стоял. Продолжение следует...